Показательное выступление сборной Бурятии и масштабные соревнования начинаются. В этом году на Кубок Байкала под Хэквондой ТФ приехало рекордное количество спортсменов. 12 регионов страны плюс команда Монголии. Соседняя страна привезла почти 100 тхэквондистов. Все соскучились, все приехали с радостной, что нужно поучаствовать. У нас участвует весь Дальний Восток, участвует вся Сибирский федеральный округ, участвуют команды Пскова, участвуют команды Покрова, которые никогда у нас не приезжали ранее. Поэтому очень большое количество участников, это говорит о том, что очень высокий уровень, очень хорошие команды взрослых приехали. На этих соревнованиях зрителям удалось увидеть схватку заслуженного мастера спорта России Александра Бодрова, который является семикратным чемпионом страны. Он сразился с Сергеем Завьяловым из Пермского края. Спортсмены, во-первых, они проголодались, так сказать, по соревнованиям, в связи с ковидными мероприятиями во всех городах России у нас. Много каких соревнований были отменены, перенесены, также международные турниры, ну, Европа, Мир и так далее. И спортсмены, повторюсь, оголодали, очень сильно оголодали. И на нашем Кубке Байкала присутствует в данный момент 700 уже участников. То есть это, на мою память, самый крупный Кубок Байкала за все время. На турнир в Улан-Удэ приехало 700 сильнейших спортсменов из Хабаровского края, Амурской и Иркутской, Новосибирской и Псковской области. Кроме того, представители Ямала-Ненецкого автономного округа. Ну, мы рассчитываем уехать отсюда только с победой. Все молодцы, все выступают, да, остальные ребята у нас еще подъедут как-то, да, в принципе, шансы хорошие, высокие. Константин Цибуля, Антон Черных, Макар Иринчеев, перспективные тхаквандисты Бурятии и на этот раз выступили достойно. Лучшие поедут на Кубок мира в Белоруссию и чемпионат Азии. Мария Латышева, Евгений Павлов, Новости дня.